Всем привет! С вами Texas и данный выпуск коснется решаффлов перед TI. Он настиг грандов дота сцены, команду Evil Geniuses, которая перестала показывать хороший результат на последних турнирах, и команду OG, сильнейшую команду прошлого сезона мейджоров, которую подкосил кик Анны после TI. И даже Resolution не помог команде пройти в топ. А вот после Хоризоля дела пошли еще хуже. Факен Мэтт тоже не вывез. Если вы не следите за новостями в Твиттере, то вы могли пропустить сообщение ночью, что команда Evil Geniuses кикнула мизери. А после информацию подтвердил Фир, успокоил фанатов и сказал, что тоже покидает состав. Одной из пчаного кодов старичка стало рождение сына Логана. Кстати, мы его с этим поздравляем. На тот момент никто даже не мог представить, кто перейдет в состав, но днем, 29 мая, появилась неожиданная новость. Состав OG покидает Капитан Флай и Хардленер С4. Для многих это стало неожиданно. Ведь Флай и Нотейл, как ни разлей вода, бок о бок играли многие годы, не считая момента, когда их пути разошлись на TI5. На пятом Инте, Йохан играл в команде Cloud9, а та и в команде Complexity. Их совместное количество матчей это абсолютный рекорд на дота-сцене. И тут встал вопрос, а будут ли OG играть на супермажоре? Но во время подготовки данного ролика поступила информация о замене OG на OG, то бишь опти-гейминг. Кстати, опти-гейминг на девятом месте в Dota 2 Pro Circuit, так что у них есть шансы на прямой инвайт на TI. Сможет ли гений драфта пройти в ТОП-4? Узнаем уже на следующей неделе. Связка саппорта флай на пятерке и крит на четверке из OG 2016 возвращается. А вот насчет роли S4 посложнее. Хардлейн, мид, дори шафла. В центре команды ЕГ стоял Артизи, а в сложной Сумаил. Как же выстроить подготовку ролей, покажет время. Ну а сейчас можно предположить. Один из лучших капитанов в мире имеет сильнейших игроков. К примеру, S4 играл в центре, как Сумаил и Артизи, так что вариативность запутывания соперника крайне велика. И получается весьма интересная площадка для экспериментов. Ну что же, ЕГ в текущем составе, главный претендент на победу в TI-8? А вот напоследок я оставил для вас интересное домашнее задание. На текущий момент в команде Evil Geniuses три игрока из Европы, так что они могут играть в квалификации не Америки, а Европы. Как думаешь, будут ли они обузить данную фишку? Пиши в комментарии, или все-таки пройти через Америку будет попроще? На самом деле, все зависит от команды OptiGaming. Если пройдут, то в Америке будет проще, но как ни крути, там еще играет Resolution и Явар. И мы ждем стычки в открытых квалификациях между Яваром и Сумаилом. Брат на брата, еще и резоль сверху. Напоминаю о конкурсе на канале FromTehas. Три иммортал вещи за каждую тысячу и за десятку Аркана на твой выбор. Данный выпуск для вас подготовил Тексас и Пионерушка. Ставь лайк, подписывайся, пиши комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok